Всем привет на канале ИП. Делаем небольшой выпуск в связи с тем, что Национальный банк опять проверил информацию о том, что будут новые деньги. Опять в WhatsApp идет рассылка и, собственно говоря, я ее раньше не видел. Вчера один из зрителей прислал и спросил, собственно говоря. То есть он не утверждал. Ему прислали вот такое вот сообщение. Он его мне переслал. Новые деньги со следующей недели. И вот фотографии нашего 100 тенге на латинице, памятной 5000 килограммчика, золотой 200 тенге и вот этой 500-ки. Ну, Национальный банк уже проверил эту информацию о том, что новых денег, естественно, не будет. Но проблема в том, что Национальный банк почему-то начинает смешивать это с новой монетой в 200 тенге. Ну, это как бы очередная, ну, я не знаю, как назвать это, даже чтобы потом к нам не прицепились. Но, как говорится, если вы уже сделали постановление, и это постановление утверждено в Министерстве юстиции, то, как говорится, чего скрывать? Просто покажите людям, как на самом деле будет выглядеть монета 200 тенге циркуляционная. И все эти слухи просто сразу отпадут. Это элементарно. То есть, это обычный пиар-ход. Ваша пресс-служба в Национальном банке должна знать, как это делается. Ну, вот мы немножко опять этих вот новых-новых-новых денег сегодня с Игорем Павловичем положили и покажем вам эти, в кавычках, новые деньги. Вот перед вами Соболь 200 тенге, Филин 200 тенге. Замечательная новая серия. Кстати, кто-нибудь обратил внимание на то, что у нас на Волке, вот он Волк, наш золотой волчарок, который блестит своим бриллиантовым глазом. Номинал, видите, как оригинально был оформлен? 500 тенге, 200 тенге и 100 тенге тоже вот так крупно было. Очень было оригинально. То есть, на этих монетах не было государственной герба. А на Филине у нас уже, обратите внимание, вот он наш Филин. Видите, крупный герб и мелко-мелко номинал написан 200 тенге. Понятно, что есть концепция дизайна. Но, тем не менее, на мой взгляд, не знаю, как на ваш, пишите в комментариях. На мой взгляд, вот этот вариант оформления, условно назовем его Аверса, потому что Насбанк сам иногда путается, где у них Аверс, где Реверс. Условно назовем Аверс. Все-таки оформление, где номинал крупно написан, на мой взгляд, лично это мое мнение, гораздо оригинальней. И размещение государственного герба на такой серии монет, в принципе, не так критично, не так важно, потому что идет надпись, название государства. То есть, Казахстан, Республика Сын, написано, в принципе, как бы на двух языках, на казахском, на английском. То есть, ну, любой коллекционер, да и любой читающий человек поймет, что это к чему. Но вот такое вот изменение небольшое. Хотя, как бы, стилистика от Реверса, она строго выдержана. И, как бы, впоследствии, я думаю, что серия должна продолжиться. И стилистика будет тоже соблюдена. Но вот это, вот, конечно, изменение, оно, как бы, немножечко выбило серию в целом. Но, хочу еще раз сказать, не верьте слухам, верьте проверенной информации. Заметьте, очень интересную деталь. Нацбанк опровергает, но не приводит никаких изображений. Это очень плохо, потому что опровергая, надо аргументировать. И другой момент, пока Нацбанк совершенно никоим образом не опроверг вот это изображение. Уважаемый Нацбанк, если дизайн монеты, как вчера заместитель председателя Нацбанка сказала на телеканалу КТК, там и ряду других телеканалов, в кулуарах правительственных. Если этот дизайн еще не утвержден, это двухсотки монеты, как она сказала, то будьте добры и опровергнуть и эту информацию. Потому что это приложение к постановлению правления Национального банка Республики Казахстан, а это 11 октября 2019 года, номер 167. Опровергните и скажите, пожалуйста, что этот дизайн на монете 200 тенге циркуляционной не будет. И мы будем рады. С удовольствием тогда с Игорем Павловичем снимем опровержение на наш ролик про эту монету. Ну что ж, не верьте слухам, верьте каналу Игоря Павловича. Канал Игоря Павловича говорит очень умные и интересные вещи. И изучайте, смотрите наш канал. Мы всегда показываем все новинки, все памятные монеты. И, естественно, делаем все актуальные новости, связанные с мумизматикой, денежным обращением и обязательно курсом валют. Всем удачи! До новых встреч на канале ИПМ.